Площадка во дворе 141-го дома по улице Победы. Этим летом здесь предстоит масштабный ремонт. Жители выиграли конкурс «Двор, в котором мы живем». Старые аварийные деревья во дворе уже спилили. Вот только пеньки и ветки пока не вывезли. Проблема раскидистых тополей в микрорайоне Хлебзавод актуальна во многих дворах. Не единожды этот вопрос звучал на общественных слушаниях проекта на связи с губернатором. Нашу детскую площадку, дом 143, поставили. Там тоже деревьев много. Их даже отмечены, они не спильны. Контролировать, как и где убирают сухостой и деревья-гиганты, теперь будет общественный совет, который фиксирует все обращения жителей. Они лягут в основу плана работ. Решить проблему на мгновение волшебной палочки невозможно. Ну а что нужно, это больше прислушиваться к людям. Больше прислушиваться, работать в одной связке. И администрации, и общественности. Первая очередная задача, я считаю, это обеспечение людей комфортными условиями для проживания. Среди других вопросов – ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, благоустройство детских площадок, вывоз мусора с контейнерных площадок во дворах и создание ливневок. Жители уверены, совместная работа с общественными советами скоро даст реальные результаты. Главное теперь в приоритетах проблемы, которые действительно волнуют горожан. У нас будет знать проблемы населения. И как бы на этой дружеской основе, наверное, и должна строиться вся наша жизнь. Каждый человек, который проживает и в районе микрорайона, должен быть активный. Он должен иметь активную жизненную позицию. Тогда у нас все будет хорошо. Остальное все у нас есть. У нас есть земля, на которой мы живем. Это самое главное. Можно построить все, что мы пожелаем. Можно отремонтировать все, что мы пожелаем. Наши знания, сила и умения. Все есть. Такие встречи в микрорайоне будут проходить и дальше. Услышат каждого. Обсудят результаты работы. Контроль за исполнением поручений жителей взяли на себя общественные советы. Марина Кравцова, Павел Просняков. События.